Спасибо большое, дорогие друзья, добрый день. Я очень рад возможности посетить Харбинский политехнический университет, один из ведущих китайских научно-технических и инновационных центров, встретиться с вами, со студентами, преподавателями, профессорами. Сейчас только рассказали о богатой истории, посмотрели хорошую выставку, связанную с развитием университета. И вы это хорошо знаете, университет неразрывно связан с Россией с первых лет своего существования. Более того, он и создавался российскими специалистами более века назад, как российско-китайское техническое училище, которое готовило специалистов для китайской восточной железной дороги, важной транспортной артерии в Тихоокеанском регионе. Вот смотрите, как если в правильном направлении вложить зерно, относиться к нему бережно, оно даёт вот такие хорошие всходы. Из училища, небольшого училища, но направленного на подготовку кадров, в которых нуждалась тогда страна, выросло такое замечательное, большое высшее учебное заведение, которое бурно развивается и отвечает всем требованиям сегодняшнего дня. Впоследствии это училище при участии тоже наших соотечественников выросло в Русско-Китайский инженерный институт. И, как мне сейчас только рассказали на выставке, буквально через год, через два года уже срок обучения составил пять лет. Это уже полноценное время обучения для получения хорошего образования, высшего образования. Затем было преобразовано в Харабинский политехнический университет, где сейчас преподается самый широкий круг академических и прикладных дисциплин. Важно, что Харабинский университет бережно хранит традиции сотрудничества с нашей страной и поддерживает плодотворные партнёрские отношения с крупнейшими российскими научными и образовательными учреждениями, такими как Российская академия наук, её дальневосточное отделение, Московский государственный университет им. Ломоносова, Московский авиационный институт, Дальневосточный федеральный университет, Техоокеанский государственный университет. На базе Харабинского политеха уже несколько лет успешно функционирует совместный с Московским государственным университетом, с Московским государственным техническим университетом им. Баумана инженерный институт. Это уникальный двусторонний проект, участники которого Имеют возможность не только получать образование по общим программам и пособиям. Примечательно и то, что студенты часть своего обучения проходят в России, а часть – в Китайской Народной Республике. Совсем скоро и другое ведущее российское учебное заведение – Санкт-Петербургский государственный университет. Кстати говоря, я заканчивал этот университет и работал там в качестве помощника ректора этого университета. Он скоро откроет совместный с Харбинским политехом образовательный центр. В нём более полутора тысяч российских и китайских студентов будут вместе осваивать углублённые программы по математике, физике, химии, другим естественно-научным дисциплинам. Убеждён, что уже в недалёком будущем этот центр станет одним из флагманов российско-китайского сотрудничества в сфере образования и науки. Столь интенсивные академические обмены имеют большое значение, позволяют сопрягать лучшие традиции и опыт российской и китайской инженерных школ, готовить высококлассных специалистов, востребованных как в экономике России, так и в экономике Китая. В ходе вчерашних переговоров с председателем Си Цзиньпинем мы с удовлетворением констатировали, что научное и образовательное сотрудничество занимает одно из приоритетных мест в развитии всего комплекса российско-китайских отношений, всеобъемлющего партнёрства и стратегического взаимодействия. И вот в этих словах хочу тоже обратить на это внимание большой смысл именно всеобъемлющего партнёрства и стратегического сотрудничества взаимодействия. Об этом наглядно свидетельствуют и конкретные шаги, конкретные шаги, которые мы предпринимаем, и результаты, которых мы добиваемся. На текущий момент в России высшее образование получает порядка 50 тысяч китайских граждан. В свою очередь в КНР учатся около 16 тысяч россиян. Но это, конечно, не предел, а более того, у нас произошло определённое сокращение в период пандемии, связанное с известными обязательными санитарными ограничениями. Но я несколько не сомневаюсь, что количество студентов, обучающихся и в России, и в Китае, соответственно, будет расти. В Китае осуществляется 167 двусторонних образовательных программ в Китае и в России, функционирует 28 институтов с российским участием. Всего же между нашими странами действует 12 межвузовских ассоциаций, включающих около 600 образовательных учреждений. Наиболее крупной является Ассоциация технических вузов России и КНР, которая объединяет 40 российских и 36 китайских университетов. В неё, кстати, входит и Храбинский политех. Показательно и то, что в 2023 году российскими и китайскими консульскими учреждениями в общей сложности выдано 34 тысячи учебных виз. Это в два раза больше, чем в 2022 году. Хотел бы подчеркнуть, что все двусторонние образовательные программы осуществляются как на русском, так и на китайском языках, которые, конечно, весьма непросты для изучения, думаю, что и российским присутствующим здесь студентам, и китайским это хорошо известно. Но, думаю, согласитесь также и с тем, что знание второго языка всегда открывает более широкие перспективы для не только личного общения, но и карьерного роста, реализации перспективных научных исследований, ну и вообще знание любого иностранного языка – это дверь в новый мир, в другую культуру. Потому что без знания языка, конечно, в переводах тоже можно всё читать и знакомиться, особенно сегодня, когда пальцем ткнул в интернет, да и перевод пошёл. Нет, это другая история. Когда владеешь языком, тогда понимаешь душу народа, душу тех людей, которые владеют этим языком как родным. Это другая история. Важно, что активные контакты поддерживаются не только по линии образовательных учреждений двух стран, но и между нашими учёными, которые ведут изыскания на передовой технического прогресса, причём в самых разных областях – в медицине, в биологии, создании инновационных материалов, освоении космоса в микроэлектронике. Напомню в этой связи, что в 2020-2022 годах с большим успехом прошли перекрёстные годы научно-технического и инновационного сотрудничества, в рамках которых было проведено более тысячи совместных исследований с участием ведущих научных центров и кафедр России и Китая. В этом контексте не могу не упомянуть и о том, что Харбинский университет является кузницей кадров для атомной промышленности КНР. И, к слову, его выпускники деятельно участвуют в реализации проектов Росатома по сооружению на территории КНР энергоблоков российского дизайна на Тяньваньской АЭС и АЭС Сюйдайпу. Возведение этих важных энергетических объектов идёт в полном соответствии с графиком. Новые атомные блоки после входа в эксплуатацию внесут заметный вклад в энергообеспечение Китая и будут снабжать китайские предприятия, домохозяйство недорогой и чистой энергией. Кроме того, в КНР с участием России создана экспериментальная установка на быстрых нейтронах, на которой проводятся совместные фундаментальные исследования. Также идёт строительство нового демонстрационного быстрого реактора. В свою очередь, при активном содействии китайских партнёров в подмосковном городе Дубна на базе Объединённого института ядерных исследований России строится уникальный ускорительный комплекс «Ника». Я абсолютно уверен, эксперименты и опыты на этом коллайдере позволят совершить открытие поистине мирового уровня, двигать вперёд научно-технический прогресс на благо не только наших двух стран, но и без всякого преувеличения на благо человечества. В ближайших планах российско-китайского прикладного научного сотрудничества, реализации и других прорывных мега-сайенс-проектов, которые по масштабу не под силу в одиночку ни одной стране в мире, а вместе объединяя усилия, мы, безусловно, очень много можем сделать. Имеются хорошие заделы в таких высокотехнологичных областях, как использование искусственного интеллекта в различных секторах экономики, обработка больших данных, квантовые вычисления. Россия и Китай вместе многое делают в сфере охраны природы, защиты биоразнообразия и противодействия климатическим изменениям. В настоящее время научные сообщества двух стран работают над техническими решениями, которые позволят радикально уменьшить углеродные выбросы. Реализуется программа создания так называемых карбонных полигонов. Мы уже в России осуществляем эти проекты. Тестируется технология снижения углеводородного следа. Запланированы совместные мероприятия в части сертификации зелёной электроэнергии, водородной и ветровой электроэнергии. Естественно, российские и китайские студенты и преподаватели не только принимают участие в учебных и научных обменах, но и активно вовлечены в двусторонние культурные и общественные проекты. Творческую, волонтёрскую деятельность. То есть все вы, уважаемые друзья, вносите реальный вклад в развитие дружеских, добрососедских российско-китайских отношений. И позвольте мне искренне пожелать вам в этом успехов, новых открытий, новых свершений и хорошей, интересной карьеры и личного успеха, и вашей работы на благо вашей Родины, на благо Китая, на благо народа Китая, ну и на благо развития российско-китайских отношений и российско-китайской дружбы. Благодарю вас за внимание. Спасибо.